так целом всем еще раз здравствуйте на этой неделе мы будем каждый день заниматься по часу по два сегодня постараюсь детям объяснить equity securities и derivatives остановимся на equity securities первое это одно из самых таких известных акций компании некоторые покупают с разными какими-то целями смотрите мы до этого прошли fixed income securities это депт он больше к депту относился но иногда компания может если целесообразно выпустить какое-то количество акций на рынок если смотреть на компанию то компания они сами по себе потихоньку эволюционируют только-только основали ноги подняли уже стабильное стало уже со временем начала показывать какая-то культура начала компания образовываться устоявшийся коллектив команда потихоньку она на рынке заваривают позиции и потом какой-то момент когда они уже достаточно знают как компании у него продукция достаточно понятная и на нее есть спрос она конкурентоспособна на рынке то компания вместо того чтобы занимать деньги кредит она может привлечь деньги за счет выхода на рынок она становится публичной компании и самый первый шаг называется айпи о три буквы это и не шел паблик офферен или первичное размещение и как раз здесь компания которая до этого была закрытой она становится открытой она через какую-то вижу размещается она с этого момента начинает публиковать свои отчетности все то что она делает и какие-то компании которые помогают ей в этом размещении это в основном инвестиционные банки они различные компании начинают ее оценивать сколько примерно стоит эта компания в общем сейчас какое количество акций у нее в общем и какое-то какое количество исходя из этого количества они определяют какая должна быть стоимость справедливая этой акции и примерно находят ценообразование акции и инвестиционные банки помогают начинают рекламировать эту компанию если они не уверен и считают что и продавать ее на рынке инвесторы заинтересованные на ipo покупают акции и компания тем самым привлекает капитал который она будет использовать в операционной деятельности или инвестиционной деятельности этой компании иногда бывает привлекает для финансовой деятельности когда какие-то проблемы появляются и нужно капитал печь чтобы кредиты заплатить и наоборот иногда бывает что вроде все на рынке центры дешевые стали выгодно сейчас выкупить обратно свои долги там они за счет акционерного капитала привлекают целом тебя компания когда принимает решение что лучше для нее выгоднее занять деньги или капитал она делает какой-то анализ текущая моя ставка условно 15 процентов налоги в казахстане корпоративные 20 процентов значит мы помним с предыдущей тему что есть у компании такой за счет того что она проценты платят она занижает свою налога обложаемую базу тем самым меньше налогов то есть сумма экономит и с учетом этого 15 процентов до умножаем там но 080 потому что 20 процентов такс и у нас уходит что эффективной ставкой для нас становится не 15 процентов 12 процентов это есть доставках по которым нету я могу привлечь капитал заемный если она видит что можно привлечь капитал заемный от более меньший процент если мы выпустим акции тогда она выпускает акции выходит на рынок капитала и несколько покупает акции и потом держит их кто-то держит их до конца как мы знаем долго держится они рассчитывают на рост компании соответственно рост цены периодически получают дивиденды а некоторые выжигают покупают а потом продают у нас казахстане есть две биржи у нас есть косе казахстанская казахстанская фондовая биржа казахстанская и есть новая биржа которая открылась это она больше таргетирует международных инвесторов это астана эксченч его аикс называют частная аикси вас но будет на ipo выходить наши большие нац компании первые которые публично продан это казахстан пром и со временем там возможно астана казахстан или различные компании они будут размещаться через какую-либо из бирж и выходить на рынок инвестиций какие-то зарубежные инвесторы верят наши компании у нас есть казахстан пром она одна из лидеров в мире по продукции урановой поэтому она одна из лидеров на казахстан один из больших производителей и по ресурсам у нас залежи огромные и соответственно мы глобальный игрок на этом рынке если по нефти мы не глобальный игрок по залежи мы где-то десятку ходим то мы как бы один из таких лидеров урановой индустрии целого у нас сами как-то лица менделеева есть это все упускается но когда мы слишком опираемся на экономику натуральных ресурсов мы пренебрегаем другими индустриями которые очень важны сейчас идти идет в индустрии целиком целом уже какой-то мере развился мы видим что у нас там 3g появился сейчас 5g будут и все эти технологии они очень важны для того чтобы быстро все это работало экономика это конкретное преимущество поэтому как раз сегодняшняя тема это про компания и как их оценивать какие виды акции есть и какие акции что из себя представляют какие есть return opportunities какие есть риск of this return opportunities всегда есть return всегда есть риск не забываем это золотое правило всей финансовой инвестиционной индустрии давайте начнем мы вот видели этот график хорошо показывает как компания может заимствовать да то есть она если пускает депт секьюритис она занимает деньги но при этом те кто инвестируют в эти секьюритис они получают какой-то клейм какой-то них есть претензии на компанию которая компания должна выполнить а деньги депт секьюритис привлекаются за счет того что выпускается долг это взаимы дают деньги так летит или выпускаются облигации виде бандов вторая сторона привлечения капитала это увеличение за счет выпуска акций тут выпускаются акции это единственный метод и при этом инвесторы они также как будто бы занимают деньги этой компании но при этом они покупают какие-то претензии они становятся акционерами они становятся владельцами частич частичкой этой компании зависимости от того сколько какое количество акций они купили теперь у нас есть фичерс of equity security какие фичерс четыре самых главных фичерс есть это продолжительность этих инструментов это их номинальная стоимость это право голоса это право на какие-то денежные потоки прибыль от этой компании если по отдельности смотреть то продолжительность акции как правило считается infinite то есть у нее нету срока но при этом есть какие-то equity security у которых есть какой-то maturity date в целом у них нету то есть ты когда покупаешь компанию эта компания пока она живая ты владелец этой компании прибыли дальше идем пар валуя когда выпускается акции часть из них выпускается просто без пар валуя но какие-то юрисдикциях обязывают компании при выпуске писать сколько номинально примерно стоит она как правило пар валуя она не соответствует реальности и не равна фар валуя поэтому пар валуя могут писать хоть какую логинрайт теперь когда мы покупаем акции компании то часть акций у них есть право голоса понятно что у какой-то компании могут быть тысячи а то и миллионы инвесторов ритейл инвесторов в том числе по маленькой доле они имеют и им условно присутствует на собрании этих акционеров иногда физически невозможно в америке оказаться иногда у тебя там достаточно мало процентов этой компании что у тебя голос он практически ничто не значит поэтому как правило компания акционеры они назначают совет директоров это называется board of directors этот совет директоров он и есть представители этих акционеров операционной деятельности компании совет директоров что делает он назначает стратегию он назначает senior management top management в том числе назначает chief executive officer CEO это глава компании которая выполняет поручение board of directors он подчиняется и board of directors они собираются периодически бывает 4 раза в год это в хорошем случае бывает 2 раза в год но как минимум раз в год они собираются для того чтобы послушать что произошло за период и принять какие-то важные решения которые не может просто принять глава этой компании как правило президент компании он лицо которое отображает стратегию и путь который на него наложили board of directors у разных компаний своя корпоративная структура это целая наука corporate governance называется от этой корпоративной структуры зависит очень много чего в том числе эффективность деятельности как пример я рисковик я сертифицированный FRM и для меня важно как рисковика что я буду у меня не будет давления со стороны руководства на то что на принятие каких-либо решений если вижу что нельзя инвестировать в этот проект или там давать кому-то кредит потому что это рискованно но я вижу что у кого-то есть интересы в том чтобы условно президента компании чтобы эта компания получила кредит если я в банке работаю то если я подчиняюсь напрямую президенту компании то это я буду находиться под давлением потому что это тот человек который меня нанимает который платит мне зарплату и который у меня есть свои какие-то там возможно амбиции в этой компании я хочу вице-президентом стать и соответственно я буду пытаться стать ему лояльным а это немного не соответствует лучшей практике поэтому лучшая практика корпорат гаверн что гласит он говорит что чейф риск офисер есть такая позиция главный да риск офицер компании он может быть как вице-президентом в этой компании он может быть управляющим директором в этой компании он подчиняется не он подчиняется он подчиняется потому что это главная правящая сила в этой компании поэтому если он напрямую подчиняется и не подчиняется тогда он может бескомпромиссно он он у у у у у у у у и соответственно с этой долей у тебе есть какие-то претензии к денежным потокам все эти претензии денежных потоков в общем компании называется priority of claims или seniority ranking и тут мы увидим модель seniority ranking это дальше она будет в том что когда компания ликвидируется если она дефолкнулась кто первоочередно получает возврат инвестиций и по какой логике это происходит теперь давайте разберем какие виды equity securities есть это не только акции мы думаем что только акции это есть equity securities на самом деле их больше в этой книге их дают пять основных есть четыре основных вида которые common stock preferred stock или preference shares привилегированные акции их называют common stock это простые акции preference shares это привилегированные акции у них есть некая привилегия над простыми акциями потом пойдут convertible bonds конвертируемые облигации помните я вам говорил что и какие-то облигации выпускает компания а потом у тех кто покупает эти облигации у них есть право все что они получили ту стоимость которая компания им должна по номиналу они по какой-то логике могут перевести если это выгодно конвертнуть из депта в икуте и они из того что стали кредиторами они стали потом после этого акционерами теперь давайте четвертый еще вид это их называют warrants и пятый вид это gdr это global depository receipts называется поэтому начинаем с common stock это обычные простые акции эти акции что важно знать здесь они дают право на собственность в этой компании плюс они дают право на какой-то голос в этой компании как правило те кто владеет простыми акциями они последнюю очередь получают денежный поток что еще важно знать что простые акции могут выпускаться различных классов мы можем выпустить простые акции у которого класс а и класс б и как пример здесь вы увидите что это одна из больших компаний у нее владелец воррен баффет наверно многие о нем слышали это одни из буру инвестиционного мира который не сразу начал в возрасте начал инвестировать и один из богатейших людей мира стал так вот его компания она выпустила на бирже нью-йоркской бирже два вида акции класс а и класс б у каждой акции есть свой такой код это брк точка и который обозначает класс б и что говорится что у класса а его денежные потоки эквивалентный полтора тысячи умножить на класс б акции то есть они в полторы тысячи раз больше получают денежных потоков при этом у них волки нравится тоже не полторы тысячи к одному них тоже прописано отдельно что у этих акции есть волки нравится который эквивалентен десяти тысячам акции то есть одна акция а это и есть по по твоим праву голосу это в десять раз десять тысяч раз больше чем одна акция класса б почему компания это выпускает в основном те кто основал компанию для того чтобы может быть они какое-то количество акций может у них там тридцать пять процентов акциями не только владеет но при этом они у них есть как раз таки право голоса право голоса это одно из важнейших сил да в корпоративном мире когда ты можешь голосовать и твое мнение если у тебя больше голоса оно будет очень хорошо приниматься другими акционерами и пример да я не помню его приводил не приводил есть футбольный клуб арсенал в этом футбольном клубе арсенал до этого владелец алишер усманов и кронкая американец кронкая владел большим количеством акций и большим количеством голоса у них за примерно какой-то период минимум пять лет это было у них между усмановым и кронки была такая война акционеров когда усманов хотел большую часть акции выкупить для того чтобы влияние получить и принимать решение по управлению клубом арсенал за это все время войны он не смог победить его и в итоге продал акции арсенала потом купил другой команды но это как пример того как воюют именно между собой акционеры они пытаются большее количество своих директоров назначить совет директоров чтобы большее количество людей принимало что он больше было права голоса на операционном управлении компанией какой-то акционер думает лучше вот так развиваться 为什么 по другому Но каждый хочет свою вот эту стратегию имплементировать. Второй вид акции называется preferred share. Preferred stock или preference shares – это привилегированные акции, которые дают какое-то привилегии по отношению к простым акциям. Как правило, у preferred stock выпускается какой-то power value есть, и эти акции обещают какой-то фиксированный, как правило, доход в виде дивидендов. Если простые акции не обещают ничего, то привилегированные акции не обещают какой-то денежный поток в виде дивидендов. Эти проценты дивидендов изначально он прописывается. Если компания хорошо показывает результат в тот или иной год, она эти условно 8% дивидендов от этого обещает, от power value, обещает выплатить этим инвесторам. И как будто бы preference shares, они немного такие, у них есть фичер, свойства обычных акций и облигаций, потому что это как бы какой-то фиксированный доход обещают. Но в чем разница в том, что совет директоров в какой-то или иной год, когда у нас не очень хорошие результаты в этой компании, они могут просто сказать, что вот эту обещанную часть дивидендов, она не будет выплачена. В меньшей сумме будет выплачена владельцам привилегированных акций. У этих, как правило, и к утешевле есть какой-то период, всегда maturity date. И те, кто их покупает, получают стабильные дивиденды, как правило. Также дивиденды эти могут делиться на несколько видов. Могут делиться на cumulative и non-cumulative. Кумулятивные, оно, как вы помните, да, кумулятивное, оно всегда старая всю историю, которая была, она никуда не удаляет, она принимает во внимание. Поэтому, если в какой-то год компания не показала хороший результат и не выплатила обещанных дивидендов, она в следующий год показала хороший результат, и тогда она должна перед тем, как выплатить простым акционерам, она должна перелочередно выплатить тот долг, образовавшийся прошлогодний, этой компании. Это как раз кумулятивные, не кумулятивные, они такого ничего не дают права. Поэтому у преференшеров есть всегда небольшое, они выше стоят, чем простые акционеры. И в случае ликвидации должны получить то, что им обещано. Если это прописано в договоре, да, там, при выпуске, если ничего не обещано, тогда окей, там, как результат года будет, так и вы доработаете, да, то есть. Минус в чем, что они получают фиксированную доходность, и то не всегда плюс, и они не могут сверхдоходность получить. То, что как раз у нас такие простые акционеры и могут получить, если все было хорошо. Дайте, пожалуйста, мне минуту, я на минуту отлучусь. Субтитры создавал DimaTorzok Извините, продолжим. Теперь, вот, non-cumulative, они не обещают ничего, что если в предыдущие годы мы не выплатили, то это все забылось, грубо говоря. Теперь, convertible bonds, это конвертируемые облигации, они при выпуске, как я вам уже говорил, облигации, компания может туда дать такое свойство инвесторам, чтобы они могли в тот, для них благоприятную ситуацию по цене акции, конвертить номинал валуи, да, их претензии к этой компании в виде того, что они купили облигацию в какое-то количество акций. Это количество акций, conversion rate называется, оно прописано изначально. И, исходя из той рыночной акции, когда компания продается, выбирается инвесторами активировать эту опцию или не активировать. И тут пример, да, они говорят, есть Navistar компания в США, которая выпустила конвертабл-бонды в 2009 году. Эти бланды платили два раза в год купоны, да, 3% годовых, в годовом выражении. И у него maturity date 15 октября 2014 года на 5 лет. Те, кто купил эти банды, у них есть право, чтобы конвертить тысячи долларов номиналом бандов на 19, ну почти на 20 акций этой компании. Получается, акционеры, владельцы могут это произвести после 15 апреля до конца maturity date или 15 октября, да, у них полгода условно есть, чтобы эту опцию сделать. Если цена 9 октября была 22 доллара за акцию, то выходило, что тысячи бандов мы можем конвертнуть в 442 доллара конверджен валуя, да, этого 22 доллара за акцию умножилось на почти 20 долларов количество этих акций. Бонд прайс, цена бандов на рынке была 912 доллара. И мы видим, что если там 912 доллара стоит бонд, а ты когда перевернешь в акции, это даст тебе 442 доллара, то невыгодно было переводить. Если бы была совсем противоположная ситуация, тогда бы они как раз таки и выбрали путь для того, чтобы конвертнуть. Теперь ворранс. Иногда компания выпускает просто какую-то бумажку, которая дает право на покупку той акции этой компании по определенной цене до определенного времени, прописанного там, который называется expiration date и strike price или exercise price, это та цена, по которой конвертуется это все. Если на рынке цена выше, чем этот exercise price, тогда тем, у кого есть право, это выгодно купить, использовать это право и купить эти акции по более низкой цене. И как раз таки ворранты выпускают примерно в двух случаях, это они ворранты, типа attachment, да, они вкладывают в пакет облигаций, в том плане, что дают такой дополнительный ничтечок, его sweetener называют, который дает право инвесторам, еще и если цена будет выгодной, конвертнуть и это будет круто в дополнительный доход. Для чего компания это выгодно? Она просто занижает процент купонов, она меньше платит инвесторам, потому что у них есть дополнительный ничтечок. Инвесторам выгодно, что они могут дополнительную доходность получить. В целом все удовлетворены. Также дают эти бумаги сотрудникам компании, чтобы как мотивация была, потому что всегда в компании есть конфликт интересов, иногда сотрудник просто зарабатывает деньги как зарплата, ему этого достаточно и он в полной мере работает на эту компанию. Чтобы мотивировать как-то, особенно это senior management, это директоров, департаментов, это управляющих директоров, это топ-менеджмент. В том плане, чтобы они лучше работали и показывали операционный результат прям на деле и от этого имели какую-то долю, бонус. Это как раз таки, как один из инструментов мотивации дать оренды сотрудникам, чтобы они пытались, чтобы акции компании росли и они получили прибыль. Депозитарные расписки или депозиторы ресипт. Это, вот смотрите, если компания, словно Халыкбанк, да, если Халыкбанк, у него акции торгуются, они торгуются в основном на Казахстанской бирже, но он понимает, что эта компания там может быть хорошей и у него могут быть зарубежные инвесторы, кто покупает акции, то какой-то инвестор, который находится сейчас где-то в Кении, да, в Кении, возможно, есть биржа своя, но на этой бирже явно не торгуются акции Казахстанской телекома. И ему покупать эти акции у себя на бирже он не может, на нашей бирже, возможно, для него оно будет слишком дорого, или мы не можем ему дать, позволить это сделать. Тогда что можно сделать? Какая-то кенийская компания, банк, покупает какой-то кусочек акции компании Халыкбанк, и у себя на бирже выпускает расписку депозитарную, которая одна расписка дает право на условно одну акцию компании Халыкбанк, и у себя на бирже эти GTR-ки, Global Depository Reserves, торгуются, и кто-то покупает эти бумаги, они примерно как бы акционеры, но у них нет прямого владения акцией, у них есть клейм, да, у них есть бумага, который говорит, что ты владелец акции, но эти акции, они хранятся в этом банке. Банк, он за собой оставляет, как правило, voting rights, он представляет интересы этих, что покупают GTR-ки, и GTR-ки не могут голосовать. Но у них теперь появился доступ на казахстанскую компанию у себя на американском рынке, да, как пример. Это вот примерно логика, как работают депозиты и респекты. В последнее время это более часто как раз таки, когда мы хотим свою компанию казахстанпром продать где-то надзорубежом, мы даем GTR-ки продвину. То же самое Халыкбанк называется. И как вы видите, есть Common Stock, есть Preferred Stock, есть Debt Security. Больше всего voting rights у Common Stock простых акций, у Preferred Stock, как правило, нету такого права, и у Debt Security тоже нету права voting. Но при этом денежные потоки при случае ликвидации первоочередно получают Debt Security, потом Preferred Stock, потом только Common Stock. Это все идет в логике Seniority Ranking, которую вы здесь видели. Предыдущая логика, она была такая, что Security Debt первый, потом Unsecured Debt. Внутри они делятся на Senior Unsecured, Senior Subordinated и Junior Subordinated. И только после этого получают акционеры компании, и то первоочередно получают Preferred Stock, и только потом Common Stock Holders. То есть Residual Claims, это если компания ликвидируется, пытаются вернуть все долги к кредиторам, им возвращают, если что-то осталось, получают Preferred Shares, и только потом все, что осталось, распределяется между простыми акционерами. При этом бывают случаи, что мы взяли кредит на 100 миллионов, но у нас в этой компании оказалось активов, которые при ликвидации только на 50 миллионов, и банк, который кредитовал, только 50 миллионов денег вернет, соответственно акционеры ничего не возвращают к тебе в этой ситуации. В этой ситуации, в эти 50 миллионов, которые банк не возвращает, он не может подавать суд на акционеров, типа возвращайте за счет своих квартир, машин или каких-то других активов, потому что в основном все это строится в логике limited liability, то есть вот эти наши товарищества с ограниченной ответственностью, то есть у акционеров тоже есть ограниченная, да, ответственность limited liability, и то, что если не хватит денег, бинут банку, то все, sorry, все, что есть, забирайте, и банк не может претендовать на личные активы этих акционеров. Это вот так построено. Если риски и смотреть доходность инструментов, то мы здесь разбили, во-первых, показывают индексы, это как показатель всего рынка, SP500, это индекс акций, да, пятистал крупнейших компаний Америки, мы видим, что у них доходность самая большая почти была, это 10,8% в среднем за период 30-летний с 1980 по 2010 год. При этом помните, до этого в теме из количественных методов, что стандартное отклонение или standard deviation, это и есть показатель риска, то мы видим, что риск отклонения от этих 10% составляла 15%, да, почти 16%. У Russell 2000 мы видим, что 10,35% доходность была средняя, но при этом отклонение еще больше, около 20%. Если мы пойдем на мир бандов, то мы увидим, что вот эти внизу банды, у них доходность была самая большая в среднем, это 8,82%, это Lemon Brothers Corporate Debt Bond, и standard deviation 7%, значительно меньше, чем у акции. Поэтому в целом акции давали больше доходности, но больше риска. Это примерно и логика этих двух инструментов. Debt Securities, они меньше доходности дают, но менее рискованные, тогда как акции, они могут дать достаточно высокую доходность, но при этом и высокий улыбок. Здесь видите по странам, и вы заметите, что как раз таки Equity Securities, это вот голубая линия и синяя линия, это банды. Мы видим, что в целом по всему миру именно Equity Securities, они за более чем 100 лет в целом показывали большую доходность, чем Fixed Income Instruments. Теперь как оцениваются акции? Акции оцениваются по примерно трем основным методам. Первый метод называется Discounted Cashflow Evaluation. Это за счет DCF модели, да? Мы будущие денежные потоки дисконтируем и говорим, что эти денежные потоки, которые компания будет генерировать, с учетом этого, компания сегодня акция стоит только. Relative Evaluation – это сравнительная оценка. Это когда условно мы казахстанскую зубную или вот эту компанию, которая делает разные там зубные пасты, мыло, шампуни и так далее, косметическую. Мы ее хотим оценить и для этого мы берем публично торгуемую такую же компанию, примерно с такими же продукцией или с характеристиками и говорим, что вот у нее примерно такая логика, как она на рынке оценивается. Исходя из этого, мы вытаскиваем какой-то Price Multiple, называется коэффициент, и его применяем к оценке нашей компании. И Asset Based Evaluation – это оценка стоимости активов компании, когда мы каждый актив компании отдельно анализируем, находим, сколько он стоит и итоги того находим, сколько сейчас эта компания при этом и ее активы стоят по отдельности. Теперь Discounted Cashflow Evaluation – это DCF моделька, когда условно, вот пример, да, инвестор думает, что Volkswagen компания, a German company, to generate dividends of 4 евро на одну акцию в конце 2012 года. Также 4 евро и 20 центов в 2013, 4,5 евро в 2014 году. И дальше инвестор что думает, что акции компании, они будут торговаться 150 долларов в конце этого 2013 года. И, исходя из DCF модельки, он что делает? Он пишет, сколько он дивидендов получит через год, через два, через три, и через за сколько он продаст акцию Volkswagen через три года. Итого он эти денежные потоки дисконтирует и говорит, вот сколько стоят эти акции сегодня. Стоят 11 евро. Это примерно как строится DCF моделька. Они просто будущие денежные потоки прогнозируются. Дивидендная политика, она примерно в компаниях всегда стабильная, там условно от net income, а мы 40% распределяем в виде дивидендов. 60% оставляем. И исходя из этих дивидендов, начинается эвалуэйшн этой компании. Если берем relative valuation, мы берем публично торгуемую, примерно аналогичную компанию с примерно одинаковыми характеристиками и смотрим, сколько ее цена. Эту цену мы берем и делим на ее там earnings, иногда бываем на ее там буквалуи, сколько активов в этой компании, и выводим коэффициент. Этот коэффициент multiple применяем уже к ситуации в нашей компании. Исходя из этого, мы выводим цену какую-то, которая будет relative, сравнительной. Иногда бывает, три компании берут сразу, условно, если это какая-то компания, инвестор из estimating the value of an airline's common stock on per share basis, да. The airline in question generates annual earning per share 22 евро. The investor finds that the average price to earnings multiple of price to earnings, да, среднее на индустрии это 9. И он говорит, окей, я умножаю туда 2 евро на 9, и получаю, что цена на акцию должна быть 18 евро. Другой случай, когда у нас есть компания, там, Ford Company, да, эту американскую компанию выходит от СНИСКО, как стоит. У него earning per share, который он net income, делим на количество акций чистого дохода компании. И выходит, что чистая доходность на акцию выходит 1,6. И этот инвестор начинает смотреть вторую и третью компанию, которые можно взять, как пример, и смотрит General Motors, как компетитер, Toyota и Honda. Он берет их трех price to earnings показателей и смотрит, что это 8, 10 и 9. Делит на 3 и находит, что среднее по индустрии это 9, если брать важных игроков. Применяя это, он умножает и получает price to earnings 14 и 40, 1,6 на 9 умножает и почти 15 долларов должна стоить компания порт. А это вот акции компании других 40, 85, 36. Они вот EPS смотрят earning per share, stock price делит на earning per share находит price to earnings multiple. это 8, это 10, это 9. Значит, в среднем у него будет 9. Asset Based Valuation это когда отдельно компанию каждый актив рассматривают. Обычно Asset Based Valuation применяется, когда идет ликвидация компании. и здесь о чем говорят, о том, что здесь какие-то assumption применяются к этому всему. Например, если это DCF модель, Discounted Casual Evaluation, тогда предполагается, что компания она будет forever operating, она будет все время операционировать бесконечно. Он не будет, что она ликвидироваться будет. Как раз Asset Based Approach он думает, что компания ликвидируется. Relative Valuation Approach у него нет таких прямых этих, но он применяет Price Multiples как Comparable и предполагает, что у них одинаковые примерно return risk characteristics. Есть какие-то Corporate Actions, Company Actions, которые приводят к изменению ценообразования акций. И основные вот то, что указаны, это первое Initial Public Offering это IPO, второе это когда компания публично выходит, второе это когда компания уже публично выпускала акции и она какое-то количество акций довыпускает и он называет Seasoned Equity Offering или Secondary вторичное размещение акций. Иногда компания выкупает обратно акций на рынке она видит, что надо выкупить обратно будет выгоднее. Сейчас цена достаточно низкая, чтобы бегнуть. Пример, да, у нас есть компания ERG Eurasian Resource Group Раньше она называлась ERC Eurasian Natural Resource Corporation Она в свое время вышла на глобальный рынок и разместилась на Лондоне это потом привлекла деньги и потом через какое-то время года прошли она делистинг сделала она выкупила обратно акции но уже существенно по низким ценам и как бы она привлекла хорошие деньги а потом обратно взяла и вернула но уже легально меньшую сумму это вот потому что цена была очень низкой теперь идем share repurchase или share buyback это называется это buyback обратно покупаются акции еще есть такой момент когда stock dividend и stock split когда дивиденды компания распределяет посмотрите компания заработала миллиард этот миллиард пока в компании ее акции будут думать что в этой компании доход миллиард если ты из этого миллиарда часть денег отдал и акционерам распределил в компании осталось условно после миллиарда они 400 отдали как дивиденды 600 осталось миллиардов и вот этот кусочек 400 который не отдали она какая-то часть уже заложена была стоимость акции предыдущей из-за того что ее убрали эту часть если стоимость акции была 50 долларов то она там если мы 5 долларов дивидендов выплатили то теперь моя акция стоит 45 долларов то есть когда дивиденды выплачиваются акции компании сразу падают цене на эту стоимость дивидендов потому что мы из стоимости компании деньги вытащили от 5 долларов то соответственно 45 должно стоить а не 50 еще это называется сток дивиденд эффект еще один эффект это сток сплит это когда бывает компания сейчас если мы купили компанию которая стоила 20 тысяч тенге и она там за какой-то период уже стоит 100 тысяч тенге теперь чем выше стоимость компании тем меньше база базы обычных людей которые могут позволить себе купить акцию за 100 тысяч тенге когда за 20 тысяч тенге я мог себе позволить а теперь когда у нас 100 тысяч я думаю блин что-то дорого для того чтобы психологически 100 тысяч тенге оно стало меньше для людей потому что это психология людей компании иногда делают такое искусственно сокращают цену на акцию смотрите если у меня была 100 тысяч тенге сейчас цена и у меня количество акций 1 миллион то я что делаю я говорю друзья инвесторы теперь у вас каждая акция это не одна акция а две акции и соответственно теперь в компании не 1 миллион акций а 2 миллиона акций и теперь твоя акция которая стоила 100 тысяч тенге она в два раза меньше будет стоить потому что эти два раза больше акций в сумме ты ничего не проиграл как капитал 100 тысяч останется но теперь у тебя будет две акции по 50 тысяч и так они захотели стоимость от 100 тысяч до 50 тысяч уже меньше цена стала и больше людей будет покупать эту акцию иногда компания так делает иногда компания видит что у нее цена стала 500 тенге и она слишком маленькая или бывает даже калстанские компании которые стоят 10 тенге стоили 50 тенге а сейчас стоят 10 тенге или 2 тенге и чтобы вот эти 2 тенге это же мелочь чтобы опять привести к 50 они делают обратный stock speed это когда они говорят в компании был миллион акций теперь каждая акция теперь каждые 5 акций превратятся в одну акцию и мы миллион акций превращаем в 200 тысяч акций чтобы у нас увеличить цену на акцию вот так эти corporate actions и меняются на образование влияют на акции еще new stock after the exercise of warrants когда варанты активируют право было у кого-то купить акции по какой-то цене компании нужно довыпустить это количество акций когда довыпускает количество акций их больше становится то соответственно когда мы делим стоимость компании на количество акций на большую базу делим и цена на акцию она чуть меньше стала это тоже влияет на ценообразование new stock to finance and acquisition и на компанию выпускает новые акции то выпускает чтобы что-то профинансировать это тоже влияет на общее количество акций и соответственно на стоимость каждой акции и creating a new company from a subsidiary in a process referred to a spin-off это когда мы берем часть внутри компании мы видим что одно направление оно уже стало достаточно устойчивым и может само развиваться и отдельно оно эффективно работает чем внутри мы его выделяем и отдельно вытаскиваем эту компанию и соответственно цена компании падает и стоимость акции падает спин-off это называется ну это вот примерно я вам показал рассказал что это такое каждое вот когда компанию выпускают initial public offering glencore это один из таких тоже швейцарских компаний которые полезными ископаемыми занимаются она торгуется на лондон stock exchange и hongkong гонконгской бирже тут она как раз таки привлекла почти 8 миллиардов долларов сша за счет выпуска айпиода и но при этом она за транзакции заплатила 566 миллионов или 7 процентов от выпуска это примерно та часть которая зарабатывает инвестбанки и другие кто в этом процессе участвует это вот сезон вторичное размещение тут они привлекли 11 миллиардов генерал электрик но уже за счет того что это вторичное размещение оно все равно будет дешевле потому что на рынке уже это публичная компания больше информации значит дешевле ее анализировать здесь только она 2 процента потратила на все это когда выкупают за компанией обратно почитайте пример сток сплит сказал это когда сплит идет кстати есть фильм сплит можете посмотреть оно немного такой психологически это когда у одного человека было 22 или 23 личности различные это вот когда он спитнулся внутри ну acquisitions это M&A транзакции merger and acquisitions иногда компании которые на рынке их выкупает кто-то иногда две компании которые оперируют на рынке они видят что можно слиться и слияние происходит этих двух компаний в одну единое это все то что влияет на логику ценообразования акций ну вот примерно это все что про акции более детально это в июле будет про эту тему но это очень интересно анализировать компании как они ведут как они перформят но всегда влияют какие-то макро ситуации макро ивенты события это вот как коронавирус который сейчас глобально икуте в какой-то период просели потом потихоньку начали восстанавливать давайте небольшой перерыв сделаем я вам потом расскажу 5 минут например я вам потом расскажу про деливателю субтитры Продолжение следует... 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 сам по себе рынок и теперь когда город деривативы то под ним какой-то андерлайн ассет его называют андерлайн это может если это фьючерсы это не золото это может быть если финансовые активы и акции и банды и так далее целом когда появляется логика деривативов смотрите деривативы делятся на несколько видов контрактов самые такие известные контракты это форварды фьючерсы это опционы это слопы когда меняются активы или какими-то денежными потоками и коммунитесь да там разные есть смотрите форвард и фьючерсы разберем форвард это контракт который я могу как фермер фермер когда весной свой свои поля начинает засаживать различными этими до пшеницы и кукурузы и так далее он тратить деньги с надеждой что он продаст свой товар он у него не испортится и он заработает какие-то деньги сверху того что потратил до фермеру надо выгодно заранее понять кому он продаст какое количество он продаст и по какой цене он продаст поэтому он может заключить формат контракт если условно с артюбинской области поселки мартуку он фермерством занимается он может товар заранее договориться и продать там на мокомолочный завод в том же мой пике договор заключить что там уже в мае что сентябре столько-то тонн по такой-то цене поставить все он знает что у него есть покупатель да это покупатель может дефолтнуть он может не купить в итоге это но хотя бы если кто-то контракт который там где-то может суд выиграть или арбитраж подать что-то у него есть какая-то уверенность более-менее чем он будет продавать потом сентябре и это называется форвард контракт покупатель обязуется купить продавец обязуется продать по заранее договоренной цене в заранее договоренный срок фьючерсы это такие же договора но фьючерсы ты не напрямую договариваешься с мукомольным заводом а мукомольный завод покупает эту муку или эту пшеницу за на бирже продавец продает на бирже и на бирже кто-то покупает на бирже все унифицировано там один контракт фьючерса он говорит что в этом контракте столько-то тонн муки такого-то качества такой-то цены поставки в такой-то там дату этот унифицированный контракт покупают подписывают эта сторона покупателя сторона продавца но между ними последних бирже если здесь дефолтнет вторая сторона эти хотят продать а те не покупают биржа она по-любому выполнить обязательства деньги то есть напрямую покупатель и продавец не контактируют не могут не знать друг другу здесь биржа их контрагент биржа отвечает за риски это уже фьючерсные фьючерсные контракты фьючерсы продаются через биржу обычно поставка трехмесячная шестимесячная девятимесячная годовая это вот примерно сроки когда поставляют ту или иную продукцию самые известные комодитис это нефть бренд WTI пшеница золото какие-то полезные ископаемые серебро в том числе медь олова пшеница кофе тоже комодити да такой который глобально продается комодити это те продукции которые глобально используют они примерно одинакового качества все или могут разделяться по качеству с учетом как бренд и WTI они различные качества поэтому у них цена такая или различные свои условно бренд это европейская нефть WTI американская нефть с Америки в Европу привезти или в Азию она дороже обходится чем привезти бренд поэтому какие-то страны проще бренд купить поэтому и логистические цепочки тоже влияют на ценообразование нежки теперь мы тоже в жизни да вот видео если посмотрели на ютюбе я там как пример говорю что мы там тоже как эти свойства директив контрактов в своей жизни хотим использовать когда заранее бронируем билеты на путешествие отели бронируем потому что знаем по чем это будет заранее купишь дешевле это будет чем в дату но в дату иногда путешествие конечно вот и горячие путевки когда можно дешевле улететь поэтому это все зависит от рынка это как примере того где они используются главный чем шов дерево этих контракт это что такое во первых их четыре главных вида это форварды фьючерсы опционы и слопы у каждого есть свой андрлайн ассет и сайс прайс из экспириции и сеттлман теперь андерлайн да что может быть каким активом может быть это агрикал чарл продактс райс сойбинс на катан паттер милк мясо это все коммунити вот лайфсток то здесь она отдельно находится это хокс кеттл да это когда говядина продается как отдельно мясо по регионам тоже коммунити валюта интерес рейт это тоже да как андрлайн ассет индивидуал шерсть и и кути индексы это акции и индексы стандарт и индекс такими это тоже отдельный актив бонд индексы экономик фактор инфлейшен рейт да допустим это тоже актив может быть натуральные ресурсы то есть что на каждый из этих активов придумали какие-то директивы если это вы заделивайтесь то там можно бетить да сейчас рано зашел но есть такие вы заделитесь просто говорят что определенный месяц будет больше там теплых дней или холодный дней и они на этот делать будут столько или не будет столько если будет то кто-то заработает если не будет то не заработает кто-то говорит инфляция будет в казахстане 7 процентов кто-то 10 процентов и на счет этого у каждого свое мнение кто-то разные директивы выпускает и потом по итогу что выйдет от этого кто-то выиграет недавно может видели или слышали по новостям была такая ситуация когда сейчас целом нефть торгуется 40 долларов 30 долларов была такая ситуация когда нефть торговалась минус 40 долларов она в минус ушла фьючерсы то есть кто-то инвестирует он готов доплатить тебе своя своего кармана чтобы ты это купил почему это произошло потому что крутойл бренд возьмем марку бренд или давайте возьмем американскую нефть 30 40 долларов стоит покупают фьючерсы на поставку полугодовые трехмесячные и так далее условно полгода кто-то купил те кто покупает фьючерсы как правило это как простые офисные работники банках и лесбанках трейдерских агентства на различных те кто белые воротнички просто покупают продают они никак не используют эту нефть своих нуждах производства то есть из того объема который есть может быть только 10 процентов это физическая нефть который используется это во многих случаях это нет контрактовано проще какому-то большому нпз договор казах казман и газом заключить то что казман и газ ему там миллионы миллионы баррелей нефти за какой-то энный период поставить поэтому то нефть которая торгуется основана спекулятивная это кто-то покупает чтобы деньги заработать поэтому фьючерсы они как правило на нефть они за какой-то там за день когда экспирейшн дейт заходит они просто закрываются условно я купил нефть по 50 фьючерс которые 50 долларов стоил что через шесть месяцев я там заплачу тебе эту сумму а ты мне поставишь эту нефть и когда один день подходит я банки сижу зачем мне эту нефть чтобы привезли мне негде хранить даже я беру этот контракт закрываю смотрю на рынке ага на рынке стоит 40 а я должен купить за 50 вот эту разницу между 40 и 50 10 долларов я беру 10 долларов и ему возвращаю я в убытке если не стоило 60 а я за 50 должен купить ее я в плюс 10 ушел я в плюсе это вот так примерно логика работы дерево тела кто-то в плюсик поэтому многие контракты они закрываются но когда все начали покупать деривативы и очень много начали покупать и нефтехранилище этой нефти не было уже где хранить нету свободу вместе нефть которая поставляется и сами те кто использует операционно нефть они они уже отказывались покупки идут на рынке ажиотаж случится что те отказываются и закрывать контракт и дети надо закрывать контракт но все подряд и закрыть сразу не можешь и люди продавали доплачивали со своего кармана чтобы кто-то купил и где-то и охранил поэтому поэтому такой казус случился что нефть она в минус цену что хотя всегда цена ниже нуля она не может быть теоретически идем дальше сайт прайс тому что какой объем и strike прайс есть по какой цене этот контракт заключается экспирицию дает понятно да settlement это если экспирицию случится как с этого произойдет какие-то они физикалы delivery есть это о том что нефть поставляется физически а другая это просто когда идет закрытие и после кэшом обмениваются как пример я рассказал форварды инфьючерси рассказал как примеры здесь это все понятно достаточно по какой-то цене каком-то объеме физикал сеттлментом это договаривается контракт 6-месячной поставки через 6 месяцев он 50 бушелей возвращает поставщику тот платит ему 8 50 за бушель и транзакция форварда произошла есть конечно контрпати риск что кто-то не выполнит свои обязательства случае фьючерсов этот риск на себя забирает биржи фьючерсы рассказал они фьючерсы обычно покупают еще и за счет левериджа это у нас не разрешено вроде бы но в америке разрешено когда ты можешь в долг про деньги и так говорить условно если ты хочешь купить акцию apple а она стоит 100 долларов тебе достаточно иметь двадцати долларов чтобы ты мог купить акцию на 100 80 долларов заемных 20 долларов своих я иду и покупаю акцию за 20 долларов вложу и у меня есть акция которая если здесь акция взлетит на один процент то за счет левериджа если он был 5 процентов 5 леверидж то у меня один к пяти возрастает мой доход и вместо одного процента я сделал пять процентов если наоборот цена резко падает резко ну так даже на один процент я теряю вместо 1 процента 5 процентов поэтому там есть такое что я там 20 долларов вложу но еще и ложу такой это и не шума дин называется но еще вожу деньги они у меня чтобы они у меня были есть и тут цена понижится и путь потери они с этой ушки будут деньги снимать и там есть такой марджин кол вы это фильм смотрели есть такой фильм после финансовой кризис его сняли как раз в марджин коллах надо начало случаться потому что в америке часть многие за счет левериджа торговали и тут раз когда ты актив меньше резко за счет того что весь финансовый кризис просел у тебя резкие падения всего тебе сразу звонят говорят деньги вот эти кубышки дополнительные они закончились доложи или мы закрываем позицию сейчас полностью это контролирует те кто деньги давал но в целом они боятся того что если еще больше будет рынок проседать у этого деньги уже вам всего лишь 20 долларов положим соответственно чтобы ничего не потерять они оттуда деньги снимают если не случается ни по всем если ты не ложишь мы продаем и они если он деньги не ложат они позицию закрывают и акции продают и это как пример марджин кола ну да здесь distinction between forward and purchase почитаете здесь в среднем понятно что если ты там через биржу продаешь оно больше не видно это контрпати риск диспрет на себе биржа а в forward и его нет транзакшн косты они появляются на бирже если ты дарит или делаешь то там возможно банк появляется все на гарантии там все требуют гарантии банк успеет почитаете ну сеттл он понятно физикалы или закрывают они за какого-то прямо перед тем как доходит expiration date они его закрывают опционы это но другой вид инструментов это когда у вас есть какая-то опция если до этого форвард контракт заключали то обе стороны брали на себя какие-то обязательства они обязаны быть тот купить а этот продать то опционы они делятся на два это путь опционы и колл опционы они дают вам какой-то не облогей шиба право есть то чтобы купить или продать тот или иной актив здесь есть обязательно прайс эксерсайз прайс по которой идет логика экспрессу дейт колл опционы и путь опционы это смотрите колл опцион это на английском колл это вызвать и обратно вызываешь покупаешь покупаешь что-то это право на покупку но не обладающий пункт опцион это ты ложишь что куда-то ставишь на ставлю продаю это право на продажу этого 2 то как они отличаются колл это райт тупай вот это райт услу как они работают во первых ты когда покупаешь на каждый условно если есть акция apple она торгуется давайте не эпола а возьмем нефть нефтом сейчас 40 словно стоит долларов если вы в этой теме шарики или какие-то все очень почитали и есть мнение что через полгода что-то случится и нефть будет стоить 60 долларов или 50 долларов ты можешь сегодня подумать и сказать а давай-ка я куплю вот этот колл опцион право на покупку нефти за сегодня она же 40 и наверно не сильно знает или там предполагает что 45 давай за 45 куплю за счет того что сейчас 40 а там 545 5 долларов гранится на большая я наверно его куплю за очень дешевую премию когда мы покупаем путь или колл опцион покупку ты платишь премию премия она бывает может быть акция стоит 100 долларов ты покупаешь колл за 2 доллара за 1 доллар за 3 доллара потому что стоимость этого путь опциона или колл опциона опциона она зависит от того как далеко у тебя exercise price от текущей цены и на рынке чем дальше тем дешевле чем ближе тем дороже покупающего это колл опцион проходит 6 месяцев на рынке 55 долларов стоит нефть а у тебя есть право купить его за 40 лет за него потратил 1 доллар премии в общем уходит что плюс 10 за счет цены минус 1 за счет заплатил премию чистая прибыль 9 долларов 1 контракт 1 контракте может быть 100 баррелей 1000 баррелей от контракта это вот примерно логика когда в деривативе работы это больше беттинг на прайс разные аналитики и спекулянты они делают предполагают какие-либо цены на этом пытаются что-то заработать вот опцион это обратное продать если ты можешь там сейчас вообще нефтью даже близко не быть нефтяник но где-то где-то берешь и покупаешь контракт на нефть полугодовую на продажу ее там условно за 30 до 30 долларов когда она должна была быть и через право поэтому 30 будут лишь что цены и какой-то месяц и 20 стали если это случится то ты продаешь за 30 сверху сверху меньше прибыль 10 долларов это пример посмотрите те факторы так влияет это понятно андерлайн раз здесь увеличивается то пол общем это право на покупку соответственно если цена актива увеличивается то у тебя и пол опцион увеличивается потому что у тебя цена фиксированная а она растет и ты по более низкой цене продаешь путь опциона обратная логика если эксерсайз прайс выше выше чем как я говорил то цена премии она меньше становится time to expiration чем ближе мы к expiration дате тем больше у нас меньше периоды неопределенность меньше рисков то соответственно и цена больше андерлайн волатилити если волатильность увеличивается это хорошо сказывается на так на коллапсоне так и на путь опционе это посмотрите это тестируемо слопы теперь слопы это когда мы обмениваемся активами смотрите смотрите мы можем занять в фиксированной ставке под 12 процентов но мы можем зарабатывать под совсем другие там через либор да условно или хороший пример это мы у нас есть кредит в долларах но зарабатываем и в тенге и если девальвация случается мы нам становится все дороже платить в долларах еще и мы зарабатывая в тенге когда мы переводим в долларах мы меньше еще и получаем в долларах и соответственно здесь убытки большие могут быть и поэтому нам выгодно что сделать заключить свой контракт я могу заранее сказать что через год если мне нужно платить по своим кредитам миллион долларов я могу сегодня договориться с кем-то о том что я у него куплю вот там 420 долларов за тенге за 1 доллар могу с ним купить у него 1 миллион через 6 месяцев это срок мы обмениваемся в тенге а он не доллары ставки это когда фиксированные ставки обмениваются на floating rate да на либор плюс маржа ставки иногда инфляцию ставят там обмениваются показатели инфляции это вот пример того как обмениваются активами кто-то думают что упадет кто-то думает что вырастет они договариваются и кто-то проиграл а кто-то выиграл если в том месяце вышло 6 процентов я ему плачу 8 процентов а он мне в итоге 9 процентов мы всеми процентами не обмениваемся у нас просто потому что 1 процент разница я в плюсе а он в минусе он мне за 1 процент платит от общей суммы в 1 миллион то есть там 1 миллион умножается на 1 процент это 10 тысяч долларов это та сумма которая в итоге у нас за этот месяц между нами образовалась и так каждый раз может меняться и это все кто пользуется это пользуется колл опционами как и фьючерсами как и форвардами спекулянты пользуются рисковики это для хэтчинг есть такое фиджирование понятия когда ты для того что боишься что курс подскачет ты заранее покупаешь контракт на поставку определенной суммы по определенному exchange рейту или ставками обмениваешься если боишься они там поднимутся или упадут или ты если зарабатываешь в долларах то ты хочешь не платить в долларах поэтому ты эту операцию производишь чтобы у тебя в итоге убытки не были от девальвации кредит дефолт своп это когда компании покупают я купил облигацию на то что халык банк выпустил там какую-то облигацию я достаточно крупный инвестор я что могу сделать если вдруг боюсь что халат банк обонкотится я могу купить CDS кредит дефолт своп у какой-то insurance company как пример я заплачу сразу премию но если дефолт случится та сторонами не заплатит по своим обязательствам за нее будет платить вот это тот кто выпустил CDS это как бы мета страхование тут уже как бы underline asset это event event дефолта ну вот примерно это небольшая тема более детально уже в июле эту тему пройдете ну вот примеры дегривативом следующая тема будет alternative investment мы ее в следующем пройдем на следующей неделе завтра две темы это alternative investment и international economy с которой мы не пришли мы ее закавляем и потом перейдем на остальные какие-то темы они не сильно релевантны к олимпиаде может быть даже мы их упустим если не будем успевать это у нас последняя неделя лекции потом чуть-чуть возможно один урок сделаем на практические занятия например я вам покажу что решается ну вы готовьтесь у вас 4 июля экзамен будет на следующей неделе у нас начнется АФД Astana Finance Day будет различные конференции мероприятия где можно послушать и получить немного кругозора того что сейчас в мире происходит мнение профессионалов да это очень важно это возможно вам понадобится на этапе презентации когда вот кейс бизнес кейс защищать в целом кто-то спросил как будет олимпиада идти экзамен экзамен мы проведем онлайн у нас платформа есть мой коллега Алише потом вам расскажет как это будет то есть у вас откроется в определенное время доступ и в определенное время он закроется там будет система того что будет видеофиксация того что вы делаете и сторонние приложения открываете гуглите ли поэтому это будет все видно поэтому это пройдите и еще вы отдельно перед этим постарайтесь пройти сам экзамен на CFA институт университет фаундейшн получить сертификат для нас это тоже существенный такой для вас жирный этот пунктик то что если вы пришли там и наш экзамен здесь прошли то это очень классно вот поэтому в целом по тому сколько сейчас занимается 50-60 человек поэтому те кто активно присутствует на занятиях у вас больше шансов идти тридцатка может быть она возможно станет и двадцаткой по итогу того как пишут эти все экзамены наша цель второй этап распределить места их около 15-20 призовых но и пятерку и семерку определить два человека будут в резерве мало ли может кто-то завалит не поедет или вообще что-то не то что не поедет онлайн будут участие но третий этап там командный и там вы будете защищать какой-то кейс кейсы разные могут быть бизнес кейсы как правило и там вы текущий что в мире происходит тенденции это все будете говорить поэтому важно послушать что на астана файна здесь говорят поэтому на сегодня все до свидания завтра мы по расписанию 12 надеюсь начнем сегодня по работе не смогу совпитеть пораньше поэтому до свидания давайте посмотрим что в чате еще написано пробный тест cfa портале все есть зарегистрируйтесь на экзамен зарегистрируйтесь проходите там на их системе question банки practice question и там есть еще и кажется лекции почитать и послушать это все вам важно поэтому давайте последние недели лучше минимум полдня в день заниматься расписание сделайте чуть-чуть погуляйте потому что и так сейчас много не гуляете из-за коронавируса с утра пораньше читайте практикуйтесь слушайте отдыхайте потом опять после обеда немного позанимайтесь это полезно вам будет и в университете вы потом увидите я там в школе математику хорошо учил потом на математику в университет поступил я эти четыре года практически не учился у меня первый курс HPA 4.0 был я максимум получил и я вообще не напрягался второй курс мне уже за то что слишком легко стало мне уже даже мотивация пропала учиться поэтому вот вы можете там работать параллельно где-то практику проходить примерно такие они карьеру устроят хорошую в то время университета не только учились но еще и там президентами клубов были активны были на разных соревнованиях челленджах участвовали если программистами будете там есть олимпиада между университетами школьная если финансистами будете то есть челлендж по всему миру проводят и можете поехать здесь локально выиграть командой поехать куда-то в Европу с Европы выиграли поехали в Америку и там на финале вся сила мира можете участвовать это круто поэтому много возможностей есть не упускайте их и всегда все зависит от вашей чем больше вы времени тратите тем лучше результат не всегда это эффективно просто сидеть время тратить обязательно эффективность должна быть потому что вы можете одно и то же дело делать как будто много времени делаете но и только маленький а кто-то просто чуть-чуть подумал и подошел с другим подходом и меньше времени делает работу экономить время поэтому мыслите нестандартно это важно сейчас в мире но вам совет на будущее те кто хотят будущим посредованным быть независимо от того где работает маркетинг HR научитесь coding сейчас много школ программирования базовым как программировать на c++ на этом большие данные кто умеет питоном пользоваться алгоритм это все будущее поэтому у вас сейчас мозг и время достаточно много хорошо работает мозг и воспринимает быстрее чем мой 35-летний мозг да поэтому если вы это сейчас сделаете вы в будущем будете крутыми вы можете и за рубеж уехать покажете и кодеры крутые потому что сейчас там на западе что нам говорят те кто работают и казахстанцы и кто приезжал они говорят сейчас уже не смотрят сильно на вот этот если ты там аналитики ты не умеешь ходить то ты не аналитик вот давайте тогда до завтра до свидания пока